Спортивная команда! Камос-Мастер! Традиция так встречать героев Дакара зародилась в нулевые. Просто первая победа в 96-м так и осталась единственной в десятилетии. Но зато потом. 18-я по счету тоже повод для торжества. Пусть и с поправкой на пандемию. Российские технологии, помноженные на российский характер, волю к победе и любовь к Родине, источник нашей силы и нашего лидерства. Дакар по телевизору, вся планета видит только вот эти 10-12 дней. А для нас, для челнинцев, для камазовцев Дакар весь год. Когда мы готовим команду, когда мы готовим технику, и мы знаем, как вы к этому относитесь. Слова «все для фронта, все для победы» нас очень вдохновляют, поддерживают. И мы чувствуем необходимость того, чем мы занимаемся, важность этого. Поэтому, дорогие челнинцы, камазовцы, это наша с вами общая победа, с чем я вас поздравляю. Поздравили команду и президенты. Российский Владимир Путин отправил телеграмму, а Рустам Мениханов уже успел отметить триумф в синей армаде личным. И, будучи неравнодушным к автоспорту, не забыл и про напутствие. Желаем всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи. И готовить новую машину уже, новую машину на следующий год. Как технический инспектор готов продолжать быть вашим инспектором, готовить, давать оценки, рекомендации. На самом деле, очень много сделано, но мы видим то, что наши конкуренты тоже на месте не стоят. Поэтому еще раз успехов, аплодисменты вам и всем, кто помогает нашей команде. В этом году победителем Дакара впервые в своей карьере стал Дмитрий Сотников. На втором и третьем местах экипажи Антона Шибалова и Айрата Мордеева, соответственно. На общем собрании команды руководитель «Автогиганта» также поздравлял всех лично. Это тоже такая традиция. У всех были одинаково непростые условия во всем мире, не только в нашей стране. Но та уверенность, то мастерство, как экипажей, так и техники, позволило, собственно, со второй половины гонки понимать, что победа будет с нами. По еще одной дакарской традиции, копию призов команда подарила гендиректору. А тот, в свою очередь, напомнил про призовые. Триумфатор их получит сразу после оформления необходимых документов. Павел Михнов, Олег Гораськов, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. Продолжение следует...